Ультразвуковая диагностика Если мы с вами вспомним, 20 лет назад ультразвуковая диагностика Вот такие наши добрые старые аппараты И конечно функция их была очень ограничена Она сопоставима как с проводным телефоном Они выполняли функцию что-то увидеть И визуализация в B-режиме была достаточно субоптимальная Сейчас у нас в руках с вами новейшие ультразвуковые сканеры Потрясающий B-режим, который позволяет видеть минимальные патологические изменения 3 мм, 4 мм Мы можем оценить воскоррелизацию высокочастотным доплером Можем использовать все виды доступные сейчас эластографии У нас появилось в молочной железе автоматизированное, сканированное, объемное сканирование Появились контрасты И конечно сейчас функция нашего аппарата напоминает Это высокотехнологичный смартфон с большим количеством опций А я бы даже сказала, что практически мы сидим с вами за рулем космического аппарата Просто надо знать, как его использовать Будущее Какое же развитие будущей ультразвуковых технологий Это автоматизированное УЗИ с добавлением опций эластографии и контрастирования Гибридные аппараты Это совмещение ультразвука, рентгена, ультразвука, МРТ То, что также крайне важно в онкомомологии Ну и очки виртуальной дополненной реальности Искусственный интеллект Ну и как мы сейчас прослушали с вами доклад Это терраностика Это диагностический То есть не только диагностический, но и терапевтический ультразвук Итак, что мы можем с вами нового в первичной диагностике База основана, на которой мы получаем изображение Это B-режим Это наши датчики И вот некоторые производители позволяют нам увидеть Использовать, что очень важно для молочной железы Длинные мягкотканные датчики Вот наибольшая длина, которая мне известна Это 9 сантиметров За счет этого позволяет сканировать весь объем молочной железы Также есть новые девайсы, например, такие как водная насадка В молочной железе важно сканировать радиально по протокам Это сканирование от 12 до 12 часов Мы одним движением можем просканировать всю молочную железу И за счет водной насадки у нас не происходит сдавление протоков И можем хорошо визуализировать внутри протоковые образования Также радиальное сканирование позволяет нам хорошо определять Множественные мультифокальные, мультицентричные образования И понять их пространственное расположение в структуре молочной железы Водная насадка Посмотрите, какая прекрасная визуализация соска и супариолярной области Если мы используем с вами обычный датчик, то, конечно, сосок сжимается Позади сосковая область, визуализация ее ограничена А использование водной насадки позволяет нам как раз просто, так скажем, на 5 увидеть супариолярную область Другой пример здесь мы видим инвазия соска Кротообразные изменения, плотная опухоль в супариолярной области И опять же водная насадка позволяет нам прекрасно визуализировать эти изменения Визуализация эндопротезов за счет своей плотности За счет, да, то есть как бы неоперированная молочная железа Она эластична, смещаема И жестким датчиком, конечно, ее достаточно удобно смотреть А вот водную насадку, широкий датчик, очень хорошо использовать при наличии эндопротезов Лучше видна кожа, подкожная клетчатка В данном случае мы хорошо видим с вами жидкость перепротезную Капсулу эндопротеза В данном случае это экспандер И мы видим с вами порт экспандера, куда дальше закачивается жидкость Послеоперационный шов это вообще прерогатива ультразвуковой диагностики Мы не можем выполнить пациентке Постмастектомический шов Мы не можем пациентке выполнить маммографическое исследование А МРТ здесь тоже не так чувствительно и эффективно И ультразвуковое исследование выходит на первый план Широкий датчик, водная насадка, прекрасная визуализация кожи Мы видим, что рельеф мягких тканей крайне изменен Фиброзированный, такие вот вмятины Наоборот, выпуклости кожи И водная насадка повторяет этот рельеф И мы не теряем в изображении У нас нет акустических теней И мы прекрасно видим всю толщу Что повышает эффективность диагностики После операционных изменений, рецидивных изменений Также можно ее применять для визуализации внутрикожных образований Посмотрите, как красиво И в хорошем качестве С хорошей разрешающей способностью Мы видим с вами внутрикожное образование Также можем включить доплер И измерить эластографию При макромастии Если мы используем обычный датчик 5 см Конечно, это трудоемкий процесс Я не знаю, около часа, наверное, зайдет просканировать молочную железу И широкий датчик позволяет нам это сделать более быстро Не теряя эффективность Также мы можем использовать здесь и панорамное сканирование И автоматизированный режим В онкомомологии В онкомомологии появилась возможность использования автоматизированного сканирования И тут мы из двух плоскостей переходим в трехплоскостное сканирование У нас появился краниальный скан Лучшая визуализация симптома ретракции И сейчас автоматизированное сканирование используется Как дополнительный скрининг К маммографическому исследованию Камень преткновения ультразвуковой визуализации Это визуализация микрокальцинатов Так как это может быть признак раннего рака Неинвазивного рака молочной железы И какой бы ни был у нас с вами замечательный ультразвуковой аппарат Конечно, по своей эффективности Мы не сравнимся с даже самой обычной маммограммой На которой микрокальцинаты будут видны И мы определимы количество, и размер, и степень распространения Но, тем не менее, нам нужна визуализация микрокальцинатов При ультразвуковом исследовании И для этого есть такие режимы, как MicroPew Где они подсвечиваются Вот такой голубой спектр У нас есть B-режим, у нас есть режим MicroPew И микрокальцинаты подсвечиваются белым цветом И, соответственно, мы можем выполнить взятие биопсии Под контролем ультразвука из этой области То есть это не только диагностическая опция Но и опция, с помощью которой мы можем осуществлять биопсию Искусственный интеллект Artificial intelligence Мы можем использовать, вывести патологию И аппарат предложит нам характеристики Согласно категориям ByRAS Но, конечно, здесь не надо расслабляться Это не заменяет диагноз Не заменяет наше заключение Мы устанавливаем заключение Основываясь на клинических данных Основываясь на своем опыте Это просто такая подсказка Ну и, конечно, сейчас поражает воображение Разнообразные доплеровские режимы У нас есть энергетический доплер Мы хорошо видим низкоскоростной кровоток В мельчайших опухолях Есть и объемные режимы И режимы вычитания Если сопоставить с МРТ То там есть режим субтракции Когда вычитается изображение И мы видим только те участки Которые накопили контраст Так и здесь вычитается B-режим И мы видим только с вами сосуды В режиме доплера И сейчас у нас Она и раньше была Но сейчас просто она разработана Таким образом Что ее стало удобнее использовать Это режим количественной оценки Сколько сосудов находится в данном образовании И я вижу в этом большую перспективу В оценке эффективности неодевантной химиотерапии Когда мы будем количественно определять Как уменьшаются сосуды на фоне проведения химиотерапии Эластография Я сейчас стала слышать от коллег На каких-то семинарах Что эластография не работает в молочной железе И даже не надо тратить на нее время Чтобы ее изучать Для меня это удивительно Потому что, конечно, в своей практической деятельности Я широко использую эластографию В каждый день около 20 пациентов И это мультимодальные пациенты У кого-то маммограмма УЗИ У кого-то МРТ УЗИ У кого-то все вместе с биопсией И я могу сказать, что в моей практике Эластография играет иногда ключи Не всегда, естественно Как любая модальность Она не всегда выходит на первый план Но бывают случаи, когда без нее просто не обойтись И это однозначно та опция Которую нужно изучать Вот раньше я обходилась эластографией компрессионной Сейчас я вижу, как развивается Шейвейф эластография Она стала проще, понятней Есть количественная оценка Поэтому это обязательно must-have В мультипараметрическом протоколе И в данном примере мы видим с вами Б-режим Казалось бы, доброкачественное образование Овальная форма, четкий контур Но эластография нам подсказывает Что это жесткое образование И вот так вот может выглядеть Такие коварные подтипы рака молочной железы В данном случае это медулярная карцинома Еще один пример из моей практики Пожалуйста, Б-режим Два суспециозных образования Но когда мы включаем режим эластографии Первый совершенно эластичный Второй имеет жесткую структуру Картируется пятый эластотип То есть здесь вот, пожалуйста Она достаточно чувствительна Ее нужно, конечно же, осваивать Из-за эхогенный рак Б-режим Вот у нас нету такой Так скажем, четкой информации По Б-режиму мы не можем судить О этом изменении Но в режиме эластографии Прекрасно виден зона интереса Что это жесткая структура И как минимум мы можем взять отсюда биопсию И хочу поделиться с вами одним клиническим наблюдением Из моей практики Вот как раз когда эластография мне очень-очень помогла Пациентка 71 год Без онкологического анамнеза Без жалоб Было выполнено маммографическое исследование И определялось узловое образование С четким ровным контуром Но видим с вами вот такие Спикулы, исходящие Фиброзные тяжи Соответственно категория Байрас 4А Следующий этап Это магнитно-резонансная томография Данное образование накопило контраст На термпоследовательности Оно было гипертензивное Что позволило нам предположить Что это муцинозная карцинома И эта пациентка пришла ко мне Для взятия биопсии Хочу сказать, что все ультразвуковые Она проходила несколько ультразвуковых исследований Других учреждений И образование не определяли Я думаю, ну я сейчас знаю, где она находится Я найду Я знала, что там есть суспециозное Воскурализированное, подозрительное Узловое образование Которое я должна увидеть на ультразвуке Но я включаю И вижу просто жировую ткань Жировые дольки Не отличающиеся друг от друга Доплер не дает информации Но когда я включила режим эластографии Четко, да, мы видим цель Я поняла, откуда нужно брать биопсию Этот участок, он имел жесткость Отличающуюся от окружающей жировой ткани Был коэффициент жесткости 1033 И под контролем ультразвука Уже дальше была выполнена Не листает А вот, биопсия И мы подтвердили, что это Муцинозная карцинома То есть тот диагноз, который мы предположили По данным МРТ Да, он так и подтвердился И эластографию в МИЦ-онкологии Петрова Мы применяем как экспертная Диагностика образования молочной железы Диагностика впервые выявленных участков Локализованного фиброденматоза Да, вот именно вот такой Симптом участка Гипоэхогенного участка Да, эластичный или жесткий Если жесткий, то, конечно, у нас Сразу возникает Дальнейшее обследование На возможность взятия биопсии Оценка эффективности неодевантной химиотерапии Очень важный этап Для онкомомологов Им очень важна наша информация Как опухоль ответила на лечение Определение целей для взятия Трипанбиопсии На клиническом случае я продемонстрировала Контрасты Да, вот когда они ворвались в нашу жизнь Они изменили наше представление О ультразвуковой диагностике Конечно, это был Незабываемый опыт Использование контрастов Жалко, что сейчас Они не проводятся Невозможно их вернуть В нашу практическую жизнь Но на тот момент Когда они у нас были Мы использовали их В различных направлениях Ну, естественно, я смотрела Относительно молочной железы И вот на основании Проведенной работы Нами была разработана Классификация паттернов Контрастирования Либо видов Различных типов сосудистого рисунка Которые характерны для доброкачественных И злокачественных образований Данная Классификация была Нами запатентована Она сопоставляется С уже известной Классификацией Эластотипов Эластографии Это очень удобно Использовать При мультипрометрическом Исследовании Когда мы смотрим с вами Б-режим ЦДК Эластографию Контрасты И вот Как бы это такая Суммирующая Информация Сферы применения Микроконтрастов В онкомомологии Это первичная диагностика Навигация иглы При трепан-биопсии Доставка лекарственных препаратов Терраностика Оценка эффективности Неодевантной химиотерапии Визуализация сигнального Лимфатического узла И наблюдение пациенток После комбинированного Лечения по поводу Рака молочной железы Дифференциальная диагностика Гранулем И рецидив Рака молочной железы Вот так вот Мы видим Мы вводим контраст И в режиме Реального времени Видим Как он поступает В зону интереса В данном случае Это опухолевая ткань То есть Это такое функциональное Изображение Которое Сейчас невозможно Реализовать На других модальностях Одно клиническое наблюдение Для демонстрации Вот мы видим Два разных образования В B-режиме Они практически идентичны Овальная форма Четкий контур Доплер У нас тоже Достаточно активный Кровоток Образование Жесткое В режиме Эластографии И даже Вот то Которое Справа В центральной части Имеет Вот такую Эластичную Структуру Но тем не менее Если мы будем Суммировать Всю информацию Которую Вот B-режим C-DK И эластографии То конечно Эти два образования Крайне суспециозны И требуют Дальнейшего вмешательства Мы вводим Контраст И видим Что первое Образование Имеет Правильное Распределение Сосудистого Рисунка Да То есть Правильное Дихотомическое Деление Сосудов Нету Зон Зон Некроза Нету Участков Нарушения Там Патологической Извитости Протоков А вот Справа Мы видим Как раз Все признаки Злокачественного Процесса Зона Некроза В центральной Области Как раз Она соответствует При эластографии Зоне Более эластичной Структуры И патологически Извитые сосуды По гистологическому Заключению В первом случае Это доброкачественная Аденома Во втором случае Рак молочной Железы Ну и Интервенционные Вмешательства Это важная Часть В онкомомологии Потому что Как я говорю Что Иногда Легко увидеть Но сложно Взять биопсию И подтвердить Чтобы дальше Онкологи Могли Начать Своё лечение Что мы можем Нового в этой сфере Это трепан Биопсия Под контролем Контрастирования Это ведение Контраста И взятие Биопсии Из наиболее Активных Участков Сейчас появились Различные Режимы Сопоставления Вот референсный Режим Брестскан Гайд Это мы Загружаем Момографические Исследования На ультразвуковой Аппарат И Выполняем Сопоставление Ультразвуковой И Момографической Картины В данном случае Зона интереса Это зона Микрокальцинатов Мы сопоставляем То есть На схеме Нам Вернее Вначале На разных Проекциях Момографического Исследования Мы выставляем Метки На крайне Уколдальной Медиалатеральной Проекции И Аппарат На схеме Нам Рисуют Линию Пересечения Где должна Находиться Патологическая Ткань И Мы находим Ее При ультразвуковом Исследовании Дальше У нас происходит Кожная маркировка Выполняется Трепан Биопсия И если мы берем Микрокальцинаты Мы обязательно Должны Фиксировать Что микрокальцинаты Есть Трепан Биоптатах Выполняется Момографическое Исследование И Тоже хочу Поделиться Клиническим Наблюдением Пациентка У которой Был рак Молочной Железы В анамнезе Вот В 21 Году Микрокальцинатов Не было В 22 Году Они появились Мы видим Достаточно Большое Количество Было Выполнено Сопоставление Момографической Ультразвуковой Картины Локализованной Микрокальцинаты Была Взята Трепан Биопсия Мы видим Что мы попали Точно В цель Это как раз Подтверждение От того Что сопоставление Было Правильно Фьюжн Биопсия Это когда Мы сопоставляем Данные МРТ И данные Ультразвукового Исследования Когда у нас Есть участки Воскурализации На МРТ Мы загружаем Диск В ультразвуковой Аппарат И также Проводим Сопоставление И взятие Биопсии Уже Под ультразвуковым Контролем Высокотехнологическая Процедура Требует Большого знания От доктора И МРТ И УЗИ И выполнения Интервенции В данном случае Мы видим С вами Сопоставление Сопоставление Гиперваскулярного Участка На МРТ И зоны При ультразвуковом Исследовании Сопоставление Достаточно Четкое Потому что Вот как на этом Примере У пациентки Определялась Зона Микрокальцинатов Очень маленькая Да Которая Со временем Количество Кальцинатов Увеличивалось И Так как Момотест Нельзя было Сделать Под контролем Рентгена Очень близко Грудной клетки Располагались Микрокальцинаты Было выполнено МРТ Мы увидели Что зона Накапливает Контраст Значит Это Большая Вероятность Злокачественного Процесса Было выполнено Сопоставление И по Трипанбиоптатам Мы получили Инвазивную Неспецифицированную Карциному А после Резекции После Операционный Материал Это инвазивная Дольковая Карцинома Если мы Говорим О инвазивных Процедурах То нельзя Не сказать О вакуум Ассистированной Биопсии И Конечно Это тоже Новый Тренд Который Используется В онкомомологии И его Невозможно Выполнять Без Хорошей Ультразвуковой Навигации Ну и Два слова О будущем Это Терраностика Дисциплина Которая Объясняет Диагностику И лечение В ультразвуке Это может быть Реализовано С помощью Тех же Эхоконтрастов Когда Внутрь Пузырька Закачивается Лекарственный Препарат С помощью Ультразвука Мы их Разбиваем И они Попадают Прямо в цель В опухоль Это тоже Достаточно Перспективное Направление Ну и Уже Мы Прослушали С вами Доклад О высокочастотной Ультразвуковой Хирургии Хайфу Это значит Что Ультразвук Может быть Не только Диагностический Но и Терапевтический Ну и Позвольте Закончить Свой доклад Я Немножко Выбилась Из регламента Небольшой Анонс Являюсь Читаю Лекции В Санкт-Петербургском Государственном Университете И мы Проводим Лекции Подготовки УЗИ Рентген КТ МРТ Так что Большое количество Курсов Если заинтересует То присоединяйтесь Спасибо большое